Как сделать домик в тетради? Я прорисовываю детали специальной ручкой, обвожу плитку в ванной комнате. Уже получилось очень много комнат. Предметы, в которых очень много деталей, я вырезала, я сделала двери открывающимися. Алло, я Вера! Сегодня я расскажу вам, как сделать домик в тетради, потому что под видео, где я вам показываю домик в тетради, вы все описали мне о том, что вы хотите узнать, как я это сделала. Он получился очень яркий, красочный, крутой. Кстати, видео об этом ты можешь посмотреть у меня на канале, ссылку я оставлю в описании. Там я показываю все комнаты, из которого он состоит, и всех его обитателей, в том числе и кошку Марту. Подписывайся на канал, если ты любишь интересные ролики. И поехали! Когда я делала домик в тетради, я взяла блокнот с листами из плотной бумаги. Я нарисовала предварительно на каждом листе отдельную комнату карандашом и начала закрашивать красками. Я брала обычную гуашь, смешивала из стандартных цветов, цвета, которые мне больше нравятся. Я нарисовала домик бежевого цвета с коричневой крышей, два окна на крыше, за ним находятся деревья. Есть окно на первом этаже, дверь я решила сделать голубого цвета, над ней находится козырек красного контрастного цвета. На доме есть ящик для почты, в который почтальон приносит письма. Также на небе у нас будет голубое небо и облака, а внизу будет зеленая трава. Так я представляю свой домик в тетради. Следующая комната это прихожая. В прихожей также та же самая голубая дверь. Обои я решила сделать желтые с контрастными голубыми полосками. Мебель здесь будет голубого цвета с черными вставками. Полка для шляп и для головных уборов. Пусть будет черного цвета, под ней висит вешалка и крючки для одежды. Справа находится тумбочка для обуви, я планирую сделать там открывающиеся двери. Обвожу контур черным цветом, делаю всю комнату более детальной. Следующая комната это гостиная. В центре гостиной стоит диван, перед ней находится телевизор, который стоит на коврике. Гостиную я решила сделать розового цвета. Здесь находится лампа, которая излучает свет, поэтому цвет стен немного разный. То есть стена находится в тени и на свету, поэтому она разного цвета. В центре более теплый, к краям более холодный. Диван я решила сделать синего цвета. Слева стоит стеллаж, на котором находятся книги. Зеленый и коричневый, также стоит какая-то коробка со свечками, а еще рамка с фотографией. А справа у нас маленькая тумбочка, там тоже книги и журналы лежат. Я прорисовываю детали специальной ручкой, в которой заливается краска. Я выдавливаю, немного надавливаю на эту ручку и краска вытекает из носика. Это очень удобно, когда нужно использовать не только черный цвет, но и серый, и обводить контур двумя цветами. Коврик я решила сделать веселого голубо-зеленого цвета. На нем стоит телевизор, чтобы было понятно, что телевизор написал на нем TV. Следующая комната это кухня. Пусть она будет яркой, солнечной, желтой, с салатовым кухонным гарнитуром. Здесь есть вытяжка, есть разделочные доски, холодильник. Висит магнитная доска с ножами, есть раковина. Из крана будет вытекать вода. Также тут имеется кухонная плита и микроволновая печь. Все наши детали я обвожу контуром. Также плитку я сделаю черно-желтую. Рисую орнамент на обоях. В общем, делаю ее более детальной, так чтобы было интересно смотреть и потом играть в наш домик. Следующая комната это столовая. Пусть она будет голубого цвета с белыми вкраплениями. Красный коврик. Обвожу также контур, чтобы было интереснее. Черный пол и огромный белый стол. А еще здесь висит ютубовская кнопка. Кстати, как я ее получала, серебряную кнопку, ты можешь посмотреть это видео у меня на канале. Ссылку я оставлю в описании. Следующая комната это спальник. Здесь стоят две кровати. Одна для Веры, другая для Саши. Ну, собственно, для девочки я сделала розового цвета, для мальчика голубого. В центре находится комод, в котором лежат их вещи. Висят синие шторы и по центру лежит ковер с необычным черно-белым принтом. Следующая комната это ванная. По мне, так это самая интересная комната, которая получилась очень детальной. Она выполнена в фиолетовом цвете с вкраплениями какого-то розоватого. Кстати, слева в нижнем углу я нарисовала синий лоток для Марты. Про нее я тоже не забыла. Здесь также находится ванна на очень интересных ножках. Также есть полочки, на которые можно поставить гели для душа, шампуни, ну и всякие мелочи. А над туалетом стоит освежитель для воздуха и туалетная бумага. Я ввожу плитку в ванной комнате и добавляю такие полосочки, чтобы казалось интереснее. Следующая комната это комната, в которой находится рабочее место, а также гардеробная. Здесь стоит огромный шкаф с большими зеркалами в полный рост. Зеркала я рисую серого цвета и стараюсь делать его не однотонным, а серо-бело-черным. Для того, чтобы казалось, что это именно зеркало, чтобы было похоже на зеркало. Также здесь находится огромный стол. На нем стоит ноутбук. На ноутбуке символ ютуба. Это красная ютубовская кнопка. Над рабочим местом висит карта мира, чтобы можно было посмотреть на нее и понять, куда же полететь в отпуск. Карта мира я, кстати, рисовала, как я считаю, сама считаю нужным. То есть она не точная копия карты мира, а такая более абстрактная. Я нарисовала зелено-черно-бежевый. Как я это вижу и как мне будет проще. В принципе, мне кажется, получилось похоже. Стол я сделала синим. Почему бы нет? А само рабочее место, само сидение, стульчик, я сделаю, пожалуй, розовым. Даже красноватым каким-то, красновато-коричневым. Обвожу красным цветом ютубовскую кнопку. Шкаф будет стандартным, деревянным, светло-коричневого цвета. Закрашиваю я некоторые предметы, не полностью все. То есть остаются какие-то белые просветы. Но я не очень волнуюсь по этому поводу, потому что все можно закрасить контуром. Ну, как-то подправить на свое усмотрение, чтобы было красиво. Пусть это даже смотрится немного мультяшно. Делаю полосочки на обоях. Мне кажется, так интереснее. Обвожу каждую детальку. Здесь, кстати, есть еще на столе две колонки, которые воспроизводят звук. А также коврик для мышки, на котором находится мышка. Все предельно просто. Иногда требуется обвести контуры еще и маркером, потому что он немного жестче, чем вот эта моя специальная кисточка. И так будет выглядеть мультяшнее. Уже получилось очень много комнат. И последняя комната. Это комната, в которой находятся всякие хозяйственные штуки. Здесь есть стиральная машинка, гладильная доска, тазик для одежды, швабра, щетка, стоят на полках всякие средства для чистки дома. А также сверху висят веревки, на которые можно повесить одежду. И отдельно я уже рисовала всякие предметы, которыми можно наполнить каждую из комнат. Это полотенце для ванной комнаты или стиральный порошок, который может поместиться в хозяйственной комнате. Также я сделала пену для ванны и воду, которая будет вытекать из душа. Отдельно я вырезала Веру и Сашу, которых я предварительно очень долго рисовала. Хотелось, чтобы они получились красивенькими. И вот они передо мной. Также кошка Марта. Я подготовила специальную деревянную доску, на которой я вырезала резаком все предметы. Предметы, в которых очень много деталей, я вырезала маникюрными ножницами. Мне кажется, так удобнее. Но какие-нибудь простые квадратные предметы я уже вырезала резаком. Получилось очень много всего. Все эти предметы я храню в отдельной коробочке. Здесь есть кактус, стаканчики для Веры и Саши, кастрюли, часы, индийка. И много-много всяких разных предметов. Шляпы, шапки, миска для Марты, лежанка, пена, шторка для ванны, шампуни, гели, щетки и так далее. Чтобы в домика с тетради было интереснее играть, я сделала двери открывающимися. В прихожей двери у тумбочки открываются. Также я вырезала места для шапки и шляпы. Для того, чтобы Вера и Саша сидели на диване в гостиной и смотрели телевизор, я сделала прорезь между диваном и телевизором и поместила туда Веру и Саше. Каждый предмет я примеряю, а затем делаю надрез и помещаю в определенное место. Так у меня получаются шторы в ванной, которые двигаются и перемещаются. Также вода, которая вытекает из душа. Пена, которая помещается в ванну и много-много всяких разных деталей, которые дополняют каждую комнату. И делаю домик в тетради игрой, с которой вы можете поделиться с своими друзьями. Напиши в комментарии, если ты хочешь, чтобы я сделала дополнительные комнаты и какие. Или если ты хочешь, чтобы я сделала одежду для Саши и Веры. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал. И увидимся снова. Пока! Пока!